Программирование сегодняшней лекции было много разных вариантов, потому что Сергей сказал о том, что речь пойдет вообще о новом времени, но это довольно широкая формировка, это не совсем так. То, что вы видите в нашей презентации, это скорее ближе к тому, о чем я хотел сегодня рассказать. Во-первых, усапоги в кавычках, потому что термин очень такой многозначный и неоднозначный. Во-вторых, это только 18 век, потому что, если мы будем говорить вообще о новом времени, то, наверное, нужно встретиться два раза в неделю и в течение года. Может быть, тогда и времени не хватит. Если же мы говорим только об одной стране, то есть Франции, французской общественно-политической литературе, и только о старом порядке революции, то мы ограничиваем себя таким небольшим промежутком времени, то есть примерно со временем Людовика XIV до Наполеона Гонапарта. Ну и здесь я должен сказать, что, когда готовился, решил, что все-таки сокращу еще вот этот хронологический поток, потому что, если рассказывать год за годом о всех событиях, всех текстах, всех идеях, которые рождались на протяжении века просвещения, то это тоже будет через чайно насыщенный восприятие, даже через чайно. И более того, нас всех, как раз, как выясняется, если следовать за теми трудами на эту тему, которые выходят год за годом, нас всех интересует то, что происходило примерно со времен семилетней войны, то есть от середины 18-го века до наполеонских войн, потому что основные идеи, которые часто попадают, так сказать, в арсенал политологов, культурологов или литературведов под маской и русофобией, или что-то близкое к этому, вот все эти основные идеи, они как раз появляются в этом промежутке веке, то есть с середины 18-го века до где-то примерно конца наполеонских войн, то есть в 1614-15-е годы. Ну, почему здесь Петр на ножке? Просто потому, что весь 18-й век, это понятная идея просвещенного деспотизма, который все эти философы активно развивали, ну и Петр Великий, конечно, как яркий такой символ для европейской литературы, яркий символ просвещенного деспотизма. Это правило было характерно и для первого и третьего 18-го века, времена Ленинца, и до конца 18-го столетия, то здесь никаких противоречий нет, это все-таки главная фигура для тех литературных и исторических сочинений, которые были посвящены в России. Теперь можно перейти к следующему нашему тезису. Это, собственно, по вопросу от эрмона. Потому что, когда мы берем в руки сегодня любое сочинение, посвященное эмогологии России, то есть вот эти истории образов, политических образов литературных, то мы всегда сталкиваемся с путаницей в терминах. Это практически всегда. Вот, начиная с той же самой русофобии. Если мы открываем словари 18-го века, 19-го века, то мы не встречаем там атомный термин, его нет. Он составлен из разных частей термин, который появляется очень поздно. Так же, как и слово «ксенофобия», вот здесь некоторые примеры есть на презентации. Это очень поздние термины, которые в политической литературе появляются на рубеже 19-го, начале 20-го века. Вот, если говорить о «ксенофобии», то это термин, который рождается в связи с делом Дрейфуса. Для Франции это определяющее такое политическое событие, которое повлияло, в общем-то, на весь 20-й век. А если говорить о фобиях, то эта тема особенно интересная, потому что мы все время забываем, что в любой стране, так же, как и во Франции, ну, возьмем Францию, существует не только русофобия, но и другие коллективные страхи, ну, например, англофобия. Вот в англофобии есть во Франции конкретные работы, в общем-то, довольно беспристрастные, где можно узнать, в каких регионах больше боялись британцев, в каких меньше, и с чем это было связано. А вот что касается русофобии, то таких работ во Франции на самом деле мало. И мы сейчас обратимся немножко, проходя к литературе, к историографии вопросов, и увидим, что на самом деле литература посвящена в основном либо каким-то культурным связям, либо международным отношениям. Но в чистом виде вот изучения фобий, ну, таких сочинений научного толка буквально несколько штук. я о них скажу. Ну, вот те определения, которые сейчас здесь есть на презентации, я их просто не буду повторять, они взяты из разных типов актуальных стран, довольно прощенной формулировки. Я бы только отметил, что когда мы говорим о русофобии, мы всегда должны помнить, что всегда присутствовала русофилия или русофилия, потому что ударение опасно, можно сказать. Вот мы четко знаем, благодаря словарю Литре, прекрасному изданию, которое всем доступно уже много лет в электронном виде, что этот термин в 60-70-х годах уже бытует ровно листики активно. Видимо, он был и раньше. Поэтому, когда мы говорим об отношении к России в политической литературе, то я был бы сторонником того, чтобы избегать очень таких жестких формулировок, в частности, в термах. Ну, следующий момент – это некая краткая хронология, довольно краткая, тех отношений, которые между Россией и Францией имели место быть на протяжении 18-го столетия. Здесь можно вспомнить, что отношения, на самом деле, заработались еще в 17-м веке. Наши посольства отправлялись к Людовику и Четвертскому во второй половине 17-го века. Там речь шла, прежде всего, о торговых отношениях, но это были разовые акции. А вот уже постоянные дипломатические отношения начинаются вот при Литре. в 1702 году, когда первое представительство России во Франции появляется. В это время, спустя несколько лет, появляются и представители Франции в России, но не очень высокого ранга. Это даже был не француз, а поляк. А вот в 1717 году состоялось то событие, которое буквально год назад праздновали, отмечали как большую международную дату – это визит Петра Великого во Францию и установление уже прочных, постоянных дипломатических отношений. Это событие действительно оказывало большое влияние, и после этого появляется уже полномочный министр России и Франции – это Камбредон. Но, как часто бывает, большие надежды в тот момент не реализовывались. Отношения между Россией и Францией в тот момент они не были на очень высоком уровне. И было это связано, в общем-то, с такими сложными династическими проблемами, потому что Петр I полагал, что он может рассчитывать на династические браки с французским королевским домом. В Париже, так как в Версале, так не думали. И обострялся вопрос, связанный с Польшей. Речь Посполитая, как мы помним, это была выбранная монархия. И в тот момент, когда решали, кто же будет супругой Людовика XV, малолетнего, то решили, что это будет Мария Лещенская, дочь Самослава Лещенского. Соответственно, в 1930-1933-1934 годах прерываются отношения между Россией и Францией, происходят военные столкновения вокруг танцева, потому что Россия выступает не за Лещенского, как мы помним, в этой войне. И этот конфликт вокруг Польши будет сохраняться вплоть до Наполеона и вплоть даже до времен постнеполевских войн, Ловенского конгресса и позднее. Потому что судьба Польши интересовала все европейские государства, Россия имела свою позицию, которая тоже эволюционирована, а Франция имела свою позицию, потому что Польский престол, как полагали в Версале, а потом в Париже, является зоной влияния, зоной интересов Франции. Восстановление дипломатических отношений произошло через несколько лет. Начинается интересная уже не первая миссия известного дипломата Деля Шетарди, которая просталась, прежде всего, тем, что настолько близок оказался к Елизавете Петровне, сначала Велика Княгинина, а потом имела 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 имела, что фактически способствовал и помог организовать государственный дворцовый переворот в 1941-м году. Дипломатические отношения между странами не были идеальными, они прерывались, и только в 1655-м году они были восстановлены, с большим трудом, кстати говоря. Это время, так называемого, неисповержения альянсов, время, когда происходит дипломатическая революция, и, наконец, Франция, Австрия и Россия оказываются в едином союзе. Правда, союз вынужденный, как мы видим сегодня, замечали прекрасно все, и в Петербурге, и в Париже, и в Вене. Но, тем не менее, во время семейной войны сложилась такая неожиданная коллизия. Правда, это не отразилось очень сильно на развитии, скажем, во всех сферах отношений, то есть в культурной сфере, безусловно, было рост взаимного влияния, прежде всего с французской стороны. Финансовые и торговые отношения развивались очень небыстро. Но военные в сфере отношения были оттягившены и вторые проблемы. Это была турецкая проблема. Мы все знаем, что весь XVIII век это поток конфликтов, связанных с судьбой Турции, и русско-турецкие войны, которые происходили, они постоянно меняли баланс сил. Вот это выражение, которое будет преследовать сегодняшнюю лекцию, европейский баланс сил. Так рассуждали дипломаты, так рассуждали журналисты и даже философы. Их, прежде всего, пугало не то, что какая-либо из держав станет друг последней, пятой монархии, в связи с древними учениями, а что баланс сил будет внезапно нарушен, изменятся торговые и финансовые потоки, и изменится соотношение военных альянсов. Вот как раз то, о чем я говорил. И конец 80-х годов, как раз канун французской революции, ознаменовался неожиданным всплеском дружбы между Россией и Францией. Это миссия Луи Филиппа де Сигюра в России, уже временами Дуэка 16-го. И действительно был заключен очень крупный, интересный договор, который касался практически всех сфер, договор о дружбе и торговле между французским королевством и Российской империей, который, к сожалению, продействовал буквально не полных пять лет. И даже за эти пять лет мы знаем, что изменились цифры торгового оборота в лучшую сторону, и эти отношения были уже как бы на другом уровне. Правда, революционные события и впоследствии война с первой коалицией, то есть война Франции практически со всей Европой, они радикальным образом изменили все вот эти большие достижения, то есть поставили на них крест. В 1923 году происходит следующее событие очень важное, когда огромное количество эмигрантов уезжает из Франции, и прежде всего это аристократы и принцы, высшие аристократы, и вот часть их приезжает в Россию в главе с графом Д'Артуа, то есть граф Д'Артуа – это младший брат Людовика XVI, к тому моменту уже казненному. И вот граф Д'Артуа приедет Екатерину Великой, и был принят очень хорошо. В Европе за этими событиями весьма внимательно следили, и считалось, что это такое новое начало отношений, уже двора возгнаний с Россией. Более того, здесь речь шла не только о политезе, каких-то дипломатических вещах, речь шла о финансовой помощи. До сих пор историки спорили, сколько конкретно Екатерина выложила денег французским эмигрантам, это были очень большие суммы. Так как мы знаем, например, что просто на дорожные расходы русские в горы выделяли дворину средней руки, если это был какой-то дипломат из эмигрантов, где-то тысячу-две тысячи дукатов. Большие суммы. В те времена может что говорить о принцах и братьях-королях. Ну и завершает XVIII век события, связанные с формированием второй антифранцузской коалиции. Здесь Россия уже участвовала официально, не только номинально или условно, как это было при Екатерине Великой. Павел Первый недолго рассуждал на эту тему, он решил вступить в коалицию. И более того, его не спуговало даже присутствие в мире Османской империи. Результатом этого стали, естественно, походы Флотилии Ушаковой и швейцарские и итальянские походы под командованием Суворова. Восстановление отношений произошло между Францией и Россией уже предупреждено, то есть после завершения всех революционных преобразований. В 1800 году, в 1801 году Павел Первый погибает, поэтому восстановление отношений было сразу недооформлено. Но, тем не менее, значительное потепление имело место быть. И о нем мы прекрасно знаем по источникам литературы. Когда мы говорим о изучении образа России в целом, и русофобии в частности, нельзя забыть о большом количестве трудов, работ, которые выходили на протяжении последних ста двадцати, может быть, лет, ста небольших лет. Что-то из этих трудов посвящено литературе, что-то из них посвящено истории международных отношений. Но мы не будем останавливаться на всех подряд сочинениях, потому что чрезвычайно много. Более того, процентов с девяностых из них никогда не переводились на русский язык, и они были переведены. Из тех, которые я сейчас буду упоминать, не переведено ни первое, ни второе, хотя одно из них вышло в 1951 году, и второе вышло тоже в 1951 году. Почему это интересно? Ну, понятно, что конец сороковых годов – это начало Холодной войны, и послевоенное время оно отличалось таким своеобразным интересом к образу России. То есть, с одной стороны, эта тема не закрыта, и в научном плане она вполне привлекает большое внимание, с другой стороны, есть четкие ограничения политические, по которым авторы что-то могут писать, что-то нет. Ну, с другой стороны, времени прошло достаточно еще немного, поэтому некоторые из этих книг, в том, в частности, упомянутые в книге Гринсона и Ларта Ларри, которые сейчас я два слова скажу, они являются интересными и сегодня. То есть, по большому счету, во многих аспектах лучше этих книг не написано. Ну, есть какие-то дополнительные работы, развивающие эти темы, но они недостаточно, как говорят, глубоко фонтированы. Ну, вот, допустим, Глисон. Это, как раз, 61-й год, Джон Глисон. Он пишет о генезисе и русофобии Великобритании. И сразу интересно, что он берет именно XIX век, ограничивает себя хронологическими рамками очень жестко, и он не касается, почти не касается XVIII века. И он начинает вот с таких слов. Это, к сожалению, так пространно не буду об этом говорить, но тем не менее, что русофобия – это парадокс британской истории. И хорошо бы знать, почему мы сейчас обращаемся к этой теме русофобии. Это как раз вот рубеж 40-х-50-х годов. То есть он очень остро чувствовал, что вот эти события, которые имели место после наполеоновских войн в XIX веке и то, что происходило после Второй мировой войны, очень похожи. И в этилологии международных отношений происходило нечто тоже очень подобное. Ну вот, значение этой книги, оно пока не утрачено, научное значение. Хотя, меня лично, например, интересовал вопрос, а почему же там нет такого хорошего обоснования на материалах XVIII столетия? Потому что я, как занимающийся XVIII век, как раз обращен вот в ту эпоху больше. И неким ответом на мой вопрос очень тоже много лет назад прозвучала книга Альберла Лорталарь, вышедшая во Франции в 1951 году. Это довольно солидный и увесистый труд, который посвящен, собственно говоря, истории русского миража, возникновению философского литературного русского миража, то есть концепции, которая отражала настроение французской интеллектуальной элиты примерно в середине второй половины XVIII века, даже в начале XVIII века. И тут это заканчивалось, как раз, в французской революции. Это, кстати, очень характерный деталь. Многие авторы, которые пишут о образе России, они избирают определенную хронологию и где-то ставят точку. Хотя объяснений, почему точка поставлена именно там, мы от них не услышали. Сейчас я скажу еще одну фамилию, которая, наверное, многим издали известна. Это, конечно, книга Ларри Вольфа, которая была выяснена в 1994 году, а в России появилась на русском языке в 2003 году. И ее часто цитирую, она считается такой хорошей работой на тему о образе России. Ну, кстати говоря, не только России, а вообще в Восточной Европе в целом. И вот истоки трудов Вольфа, они тоже как раз кроются где-то в районе середины XX века, когда на волне начала Харутной войны появляются работы, подобные трудомортовария. Основные идеи, они, в общем, понятны. Что философский мираж — это был не просто плод литературной деятельности Вольтера, Дидро и других авторов, но это некий плод совместного творчества интеллектуалов и политиков. Прежде всего, русского два, Екатерины Второй лично. Хотя понятно, что речь идет не только о самой императрице, но и об огромном количестве людей, которые сопровождали этот культурно-политический процесс. Ну, дальше я вот привожу здесь небольшую цитату уже из другого сочинения, которое называется «Истоки русофобии во Франции». Это конец 50-х годов. Американский историк Раймид Макнелли обратился к этой теме. И, что важно подчеркнуть, опять же, хронология возникновения русофобии, она относится к концу наполеоновских войн и временам июньской монархии. То есть это как раз вот то время, которое мы сегодня на этой лекции разбирать не будем. И он достаточно подробно обговорит о том, что существовала некая основа, которая, можно сказать, основана русофобия, а потом существовала некая шлифовка или дополнительная обработка вот этих идей. И все это происходило неоднократно. То есть процесс повторялся раз в раз в соответствии с политической международной конъюнктурой. Ну, а финалом этого процесса, по его мнению, был, конечно, выход блестящей книги Астольфа и Доквестина России в 1837 году, а это уже, как мы понимаем, ближе к концу июльской монархии, то есть в середину 40-х годов. Ну вот, здесь можно поставить такую запятую в историографической части, потому что, как я отметил, все работы у Плю невозможно слишком много. Переходя, собственно, к сути всех событий, которые имели отношение к зарождению, скажем так, негативных представлений о России, тут тоже важно сказать, что хронологически у этого процесса нет начала, потому что архетипные представления о Российской империи, о Московском царстве, они уходят корнями, конечно, в далекую древность и, по всей видимости, ну, конец 16-го, начало 17-го века, потому что именно тогда огромное количество людей перемещается во время смутного времени в Московское царство и обратно. И очень много литературных и письменных памятников осталось от этого времени, но от 17-го века тем более. Но, тем не менее, важно подчеркнуть, что национальные образы России, они возникают гораздо позже, потому что то, что мы знаем из 17-го века, часто опубликовалось на немецком языке и впоследствии далеко не сразу переводилось на французский, например. То есть контактов прямых было достаточно мало. Но 18-го века отличался уже совсем другими обстоятельствами, и, передвигаясь к нашей эпохе, вот к середине 18-го века, надо сказать, что первенство в отношении мнений, формирования мнений оценок о России принадлежало не только литераторам, о которых мы будем сегодня говорить, но и дипломатам. Вы видите портрет герцога Душуазеля, который 12 или даже 13 лет возглавлял правительство Министерства авторного дел Франции в период 15-го. Это был человек, который формировал достаточно жесткую внешнюю политику. И мы знаем, что многие тексты в архивах, которые остались посвящены России с того времени, они как раз писались его доверенной милициной или по его заказу. И более того, его сменил впоследствии его двоюродный брат, тоже Швазель, который формировал тоже интересные позиции относительно России. Почему мы начинаем с них? Потому что середина 18-го века – это как раз перемены дипломатических отношений, востребление альянсов и возрождение идеи восточного барьера. Восточный барьер, который существовал в умах дипломатов и политиков того времени. И зачем он уже был нужен? Были разные направления. Во-первых, не против России, а против других государств. Например, против Австрии. Священно-ревская империя, как это называют. Восточный барьер, то есть некая система сдержек и противоречия, которая бы позволила Франции доминировать в Европе. Вот и все. И в тот момент, когда эти отношения изменяются, и Австрия становится союзником Франции, что впоследствии было закреплено еще австрийским браком. Мы знаем, что Ледовик Шнадов был женат Мариан Панетти, дочке Мариан Терези. Так вот, получается, что восточный барьер нужен, и формировать его нужно. Но, по мнению дипломатов, теперь уже против другого государства. И вот постепенно возревает опять идея о том, что этот барьер должен быть направлен против России, который чрезвычайно сильно увеличивает свою мощь и не только на Востоке, но и в связи с последующими событиями и в центре Европы тоже. Если мы посмотрим направо, то там расположен портрет экстравагантного щеполя в своеобразном головном уборе. Это «Шевальго де Лон», который известен не только как «Шевальго», но и как «Мадам де Лон», человек, который был странным аутюристом и утверждал, что он является не мужчиной, а женщиной. Но нас он интересует, прежде всего, потому, что он был сотрудником секретного ведомства, так называемого «Секрета короля». «Секрет короля» — это служба, которая существовала в Версале при 1915-м. Она была создана по королевскому указу, но там. Они не знали практически никто. И вот упомянутый номер герцог Шуазель, будучи министром иностранных дел, далеко не сразу знал существование этого секретного ведомства. Какова же была цель этого ведомства? Это сейчас общеизвестно. Это интриги, прежде всего, касавшиеся польского престола и польской политики, чтобы направить туда представителей французской аристократии. Сначала был принц Кантиль сделать королем Польшу, а потом эту идею немножко изменили. Но все равно секрет короля не подчинялся министру иностранных дел, не подчинялся канцлеру. О нем не знали даже ближние не только министры, но и советники короля. Он имел огромные специальные тайные бюджеты, тайные фонды, которыми распоряжались только в крайний случай. Ну вот, в частности, Шевалье деон, видимо, имел отношение к этим фондам, потому что он был направлен с тайной миссией в Россию, и в поле к Инде, именно этот удивительный человек, вывез из России тайные документы, но касательно, например, последней воли императора Петра I. И, как мы потом увидим, это касалось, прежде всего, не дистанционистических проблем, а это касалось международной и вообще мировой политики. На самом деле, мы должны помнить, что 18 век – это столетие авантюристов, когда люди не всегда соответствовали тому социальному статусу, который за ним был закреплен. Вот уважаемый Шевалье, который, в общем-то, был кавалерийским офицером и прекрасно дрался на дуэре, на самом деле пытался создать себе совершенно другую карьеру. Его, видимо, привлекала какая-то литературная карьера. Мы это сейчас точно сказать не можем, потому что, как водится, век XVIII предоставляет нам большое количество фальшивых мемуаров. И вот, в частности, здесь приведен первый титульный лист мемуаров Шевалье деона. К сожалению, по всей видимости, также не подлинных. Но эпоха была чрезвычайно интересна. Как раз представить себе, что, например, Великобритания была бы двойной дипломатией в Священной Римской империи, мы, конечно, не можем. А вот в России попытки такого тоже имели место быть. Иногда карцер оказывался не в курсе тех событий, которые происходили в Музыске. Но вернемся к Шуазелю и к мнениям французских дипломатов. Вот здесь я даже цитирую вслух. Речь идет о формировании отношений с участием России. Пишет здесь граф Шуазель Параленович своему двоюродному параду министру предложение, что же, как же теперь быть. А это как раз времена, когда умирает Елизавета Петровна и на престоле Петр Третий. Россия была почти всегда врагом наших друзей, другом наших врагов. Эта страна вполне естественная и происходит от внезапной перемены нашей политической системы и от того, что мы находимся с Россией только во временном и непосредственном союзе. Отсюда происходят затруднения наших переговоров с Петербургом и недоверие от бога дворов, дружба которых не имеет настоящей точки опора. Два средства создать твердую и основательную систему по отношению к России. Первое – смотреть на эту державу как на предаточную, не стараться сблизиться с ней, не рассчитывать, что она могла нам лично принести какую-нибудь пользу, исключая того, что она заступается за Австрию, следуя этой системе равнодушия, наши переговоры в Петербурге становятся очень простыми и малоинтересными. Соединиться с Россией в прямой связи и заключить прямо с ней трактаты – это второй вариант. И заключить прямо с ней трактаты, вместо того, чтобы приступать к трактатам Венского 2. То есть, все-таки в Париже, в Версале был некий дисбаланс. То есть, они рассуждали, как можно построить отношения более выгодно. Но, поскольку все прекрасно понимали, что товарооборот и финансовые связи очень слабы, польская проблема до конца не решена, и при Екатерине II прекрасно помню, что произошло сразу три последовательно, три разговора Речи Госполитой, которые воспринимались во Франции с большим недовольством и даже остервенением. Так вот, если говорить о таких рациональных подходах к русскому вопросу, то мы видим, что дипломаты об этом рассуждают, конечно, не публично, но достаточно спокойно. То есть, вариантов есть много, но мы уберем тот, который нам удобен. Но, как я уже говорил, дипломатическая составляющая в вопросе формирования образа России, она была чрезвычайно важна, и все, что потом показывалось, например, в прессе, мы понимаем, что старый порядок – это то время, когда французская печать находится под довольно жесткой цензурой. Все это до 1189 года было очень четко закреплено в правилах работы печати. И то, что мнения о России попадали туда, о нем приходили, как правило, из «Естественного основных дел», или окольними путями, французами, например, могли прочитать что-то из соседних газет Голландии, Германии, иногда, может быть, Англии. Но возможностей таких было немного. Вообще, здесь можно остановиться буквально на полминуты и сказать, что сколько людей читали прессу в то время. 18 век, конечно, довольно протяженное время, но мы точно знаем, что в 18-е годы 18 века на 26-миллионную Францию приходилось примерно 500 тысяч человек, которые читали газеты. Причем из них большая часть, ну процентов 70 – это люди, которые участвовали в коллективном чтении, то есть они не покупали газеты, они не подписывались на газеты, а это было именно коллективное чтение, что, кстати, было модно даже в XIX веке. Ну, это такое небольшое отступление. На самом деле, 18-е столетие характерных произведений философским, литературным, вот сейчас мы начнем несколько слов скажем о ситуации, которая развернулась на рубеже 60-х годов, когда Абад Шабда Трош, астроном, ученый, приезжает с разрешения, естественно, русского двора наблюдать астрономические явления в России, точнее в Сибири. И так получилось, что его миссия, она была очень короткой, и он довольно быстро уехал. Но спустя четыре года, как раз в тот момент, когда на престол восходит Екатерина II, то есть 1161 год, 1262 – это уже переворот, появляется его книга «Путешествие в Сибирь» в двух томах, получившая огромную известность, впоследствии приведена на несколько языков. В чем была проблема? Неожиданно Абад Шабда Трош оказался, вольным или невольным, таким уж довольно жестким критиком российской действительности. Причем той действительности, которую он видел как бы в предыдущей царствии. То есть это к Екатерине II вроде бы не имело прямого отношения. Но был настолько силен контраст, ведь никто не ожидал, что ученый, который приехал по приглашению, согласию русских властей, будет писать такие неоднозначные вещи. Ну, здесь вот приведен небольшой фрагмент. Почему небольшой, я бы мог привести больше. Дело в том, что некоторые книги с середины XVIII века в России больше не переиздавались или не издавались никогда. Вот труд Шабда Троша в России целиком не переведен до сих пор. И нет, даже не переведен. Поэтому есть отдельные фрагменты, которые переводились, несколько лет назад выпускали их, но целиком этой книги на русском языке нет. Но здесь интересно, что критика Шабда Троша, которая здесь приведена в цитате, где он критикует, на самом деле, крепостное право, прежде всего, которое возмущало многих путешественников, не только французов, но и прежде всего к немцам, он взывает к гуманизму и к реформам. К реформам, на которые, как он полагает, Екатерина II неизбежно пойдет, потому что она посвященная правительнице. Не зря она называет императрица Анхальд Цербская. Такой едкий намек на то, что, в общем, она к России не имеет прямого отношения. Но таких намеков в книге было очень много, поэтому Екатерина II очень разозлилась и, как известно, начала готовить опровержение. Правда, опровержение вышло нескоро. Оно вышло, по-моему, в 1771 году. Называлось оно «Антитут», то есть «Противорядь», где разбиралась как раз книга Шабда Троша, и был дан ему конкретный ответ на все его лживые, как полагали при русском дворе, измышления. Но я бы хотел подчеркнуть, что вот эта критика России и его политической системы, крепостного права, а чаще всего еще и дипломатии, критика всегда была такой непростой. Здесь нельзя сказать, что она была всегда однозначной. И даже Шабда Трош, как мы видим, и это не только в этом фрагменте, постоянно пытался льстить русской императрице, потому что понимал, что однозначная критика не будет воспринята никаким образом. Просвещение, конечно, связано с именами великих килософов, и о них нельзя забыть, нельзя пойти мимо их текстов. Но о Вольтере мы говорить не будем, потому что это чрезвычайно большая тема. Вокруг Вольтере сосредоточено очень много текстов, и мы должны просто о нем сказать, что для популяризации образа России больше, чем Вольтер в 18 веке, не сделал никто. Но, тем не менее, привести одну или два цитата – это было слишком мало. А вот с Жан-Жаком Руссо ситуация совершенно иная, потому что он был более цитируем, как со ссылками, так и без ссылок на него, и он был более вовлечен в некоторые ситуации, ну вот, например, связанные опять с польским вопросом. Как известно, сквозь польский вопрос воспринимались многие политические темы, и вот оценки России часто были тоже сопряжены с этим. Ну, я частично процитирую. «Русские никогда не станут истинно цивилизованными», пишет Руссо, «так как они подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами-подражательными, у него не было подлинного гения, такого, того, что творит и создает все из ничего, кое-что и сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понимал, что он еще не созрел для устава гражданского общества. Он хотел сразу просветить, устроить свой народ в то время, как его надо было еще приучать к трудностям этого. Он хотел сначала сделать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создать русских». Стоит ли обращать внимание на то, что это в сочинении в общественном договоре, но и к других сочинениях, в частности, посвященных Польше, Руссо тоже к этому обращался. И речь шла о том, что Россия пытается утвердить свою власть в Польше. И тут Руссо, конечно, не на стороне России. Но он не был связан с дипломатами, он был чистым философом. Поэтому нас больше интересуют те политики, те философы, которые были связаны с культурной и некультурной дипломатией. В частности, возникает фигура Дени Дидро. Если говорить кратко, то для понимания образа России в Европе Дидро так же важен, как и в Эльтеро. Но мы не будем изучать все его творчество, а остановимся только на некоторых моментах. В его жизни было как минимум два больших этапа. Первый, когда он под влиянием предыдущего поколения, в частности, в Эльтеро, был восхищен многими событиями, происходящими в России. А вторая часть его жизни была связана с эпохой, когда он оказался в постоянном контакте с русским императором дворовом, и важно сказать, что это были контакты уже обязывающие, то есть это была такая культурная дипломатия. Об этом есть блестящая литература даже на русском языке, совсем свежая, и здесь нет сложности как-то что-то прочитать, поэтому я останавливаюсь только на его завершающем этапе, завершающем выводе, когда Дени Дидро побывал в гостях у Екатерины Второй. Он свои оценки уже изменил. Интересно, что книга Аббата Рейнале «Философская политическая история о заведениях и коммерции европейцев обеих Индиях», выходившая многократно, как минимум четыре издания, даже пять, книги Аббата Рейнале огромную часть записал Дени Дидро, и часть посвященной России тоже является его творчеством. Вот он, будучи уже разочарованным, он достаточно жестко критиковал внешнюю политику российского двора. И здесь вот можно увидеть, что, несмотря на доблесть, численность и дисциплину русских войск, Россия принадлежит к тем державам, которые должны беречь свою кровь. Желание увеличивать свою территорию и так слишком пространную не должно увлекать ее слишком далеко от границ и побуждать к военным действиям. Она никогда не сможет достичь единства, а ее народ не сможет стать просвещенным, если она не окажется от опасной политики завоеваний и не обратится единственно к мирным занятиям. Этот тезис я не случайно здесь выиграл вперед, потому что из всего наследователя Дени Дидро можно было бы составить огромное количество материалов, посвященных в каком-то России. Но они будут более актуальны для раннего времени, то есть не восьмидесятых годов, скажем, а для шестидесятых, когда у просветителей существовало вот это вот миражное представление, я очень называю это русские миражовые, большей степени философского характера, о тех широких возможностях, которые для реформ, цивилизационных изменений есть именно в России. У многих это представление после визита в Российскую империю пропадало, а у некоторых нет. Но вот у Дидро оно исчезло, как и у ряда представителей философских интеллектуальных групп в то время. Важно сказать, что и идеи Жан-Жаку Руссо, и Дидро, поскольку они публиковались и были широко доступны, получали большое развитие в творчестве публицистов второго плана и третьего плана, журналистов, которые часто могли даже не подписываться. Или подписывались, но не ставили спроса ни на Журсо, ни на Винтерске, ни на Дидро. Это было нормой в то время. И борьба с аналитной прессой – это реалия уже конца 18-го века. А вот если мы посмотрим на времена, которые предшествовали непосредственно французской революции, то выходило очень много работ, посвященных, как бы нам показалось, экономическим вопросам, торговым. Ну вот, например, Анаре Габри де Мирабо, замечательный оратор, имя которого навеки связано с французской революцией. Тем не менее, творчество было широко известной в 80-е годы 18-го столетия, несмотря на скандальную репутацию и помещение в гостини. Отнюдь не только за политику. Что интересовало Анаре Габо? Вот это человек, который прекрасно воспринимал тексты своего времени, и Ерусо, и Матиске, и Дедру. Его интересовала тема русского рабства. Но в том контексте, что это некая помеха для развития цивилизации в России. Потому что все авторы, которые касались так или иначе судьбы российской монархии, международных отношений, они всегда возвращались к этой теме. Что вот Петр Первый – великий цивилизатор, но успешна ли была его миссия? И точно так же, как его предшественники и философские подходили к этому вопросу, вот Мерабо дает нам свое мнение на этот счет о Петре Великой. Петр простодушно верил в этот монарх, который все преодолевал, все низвергал, устранил законы, вводя новые нравы, носил нравы законами. Он верил, что сама природа его подчинялась покорностью, которую он находил в своих рабах. Он убеждает в себя, что его новая столица принимает корабли, и что русские неизбежно сделаются народом морским и коммерческим. Он ошибался, этот необычный монарх, который всегда думал только о своей личной славе и хотел только того, чтобы удивить мир. Россия не будет иметь морской торговли и настоящего флота, у него их никогда не будет на южных морях. А что и история славы, проекта и усилия царя, позванного великим? Что он сделал для народа? Оставленного им в рабстве, в несчастье и долгах. У русских был свой национальный характер, у них теперь его нет. Он выиграл битвы, построил порты, продал каналы, построил арсеналы. Для всего этого нужны только деньги и только руки рабов. Что он сделал? Я уж не говорю для формирования своих сословий, я уж не говорю для политической и гражданской свободы своих подданных, а хотя бы для сельского хозяйства, для заселения своей империи. И бесконечные знаки вопроса. У мировой эта тема очень хорошо артикулирована. Вопрос, который всех очень интересовал. А как живут в России без третьего сословия? Потому что для французского общества старого порядка это естественное явление. Вот оно, третье сословие, у которого есть определенные права, которые пытаются занять какое-то новое место в этой жизни. И, как показала революция, все это было очень долгим процессом, который начинался в 1929 году, а корни уходят дальше, гораздо лучше. Вот в России, по мнению всех, кто сюда приезжал, взять дипломата Клода Карламана Дрюльера, которому это писал премьерного времена Руссо, тоже мне отойдет со словами. Как же так? Это всех очень беспокоило. Даже в большей степени, чем наличие крепостного права. Потому что оптимистичные французы чаще всего полагали, что, ну, конечно, крепостное право Екатерина Второе принято. Но, тем не менее, оптимистические надежды не всегда исполнялись. А Анарой Габриэль Габриэль Петров, Китиль и Мирабо, свои идеи в последствии не повторял. Потому что он, как известно, не достиг больших постов в правительстве. Он был членом Генералии Штатов, потом в собрании, и довольно рано умер. Но пытался влиять на политику Людовика Шестнадцатого. Переходя, собственно говоря, к периоду революционному, я выбрал несколько тезисов и несколько сочинений. Не так уж много, потому что, если взять весь поток этих произведений, их десятки, может быть, десятка-два. Некоторые из них анонимны, некоторые из них авторства установлены. Но есть сочинения, которые чрезвычайно важны для понимания вообще представления России, и чтобы можно было сделать вывод вообще о наличии каких-то страхов у правящей элиты в то время относительно России или отсутствует каких-то страхов. Один из таких трудов – это книга, которую для краткости будем называть «О угрозе политического баланса Европы», якобы выпущенная в Лондоне, изданная в Лондоне в 89-м году. Более длинное название. Видно, что речь идет о Екатерине Второй и ее внешней политике. Хотел бы обратить ваше внимание на слайд, потому что иногда я работаю уже в архивах, и мы сталкиваемся с такими парадоксами. Казалось бы, книга издана, она есть в печатном виде, но есть и ее рукопись. Рукопись этой книги на французском языке находится в архиве Министерства астрологии в Франции и Париже. Меня удивило, что она в довольно хорошем состоянии, но ее не выдает. Она существует только в виде такого микрофильма или диафильма. К сожалению, работать с ним довольно трудно. Это такая задача на будущее. Возможно, кто-то захочет заняться этим интересным вопросом, потому что, насколько я знаю, это один из тех примеров, когда много интересных сюжетов, но для того, чтобы их приоткрыть, посмотреть на них с другой стороны, нужно работать с рукописью. Но пока мы пользуемся печатным вариантом. Справа и слева два портрета. Они нам, наверное, многим хорошо известны. Ну, во-первых, это король Швеции Густав III. Во-вторых, это блестящий журналист, французский монархист Жак Малель Димпан. Французский, ну, на самом деле, он швейцарский в происхождении, но, тем не менее, целиком полностью связан с французской историей. Почему эти два человека здесь обозначены? Дело в том, что, как я говорил, многие сочинения издавались анонимно. Не было исключением и произведения об угрозе политическом балансе. Поскольку оно касалось русского двора, как в то время полагали, это опасная тема. Более того, русское посольство в Париже, и не только в Париже, активно работало в том направлении, чтобы такие книги, в принципе, не выходили. Только что, упомянутый мной, Клод Карлеман Долюгер написал свое сочинение о перевороте в России 1162 года в конце 60-х годов. Но, поскольку сочинение было весьма критично по отношению к императрице Екатерине, то в первом его издании имело место только в 1797 году, как раз благодаря усилиям русских дипломатов и лично Дени Дидро. Ну, возможно, не только он в этом постарался. А вот то, что касается этих двух портретов. Густав Третий является одним из кандидатов в авторы этого замечательного произведения. Мы не знаем, есть ли какие-то подтверждения к этому. Возможно, он был вдохновителем этого текста. Это больше похоже на правду. Дело в том, что в 1888 году начинается очередная русско-шведская война. Очень небольшая, но довольно кровопроливная. И единственный двор в Европе, который был заинтересован в том, чтобы написать против Екатерины очередную театрику, такой жесткий памфлет, это был как раз шведский двор. Но никаких прямых доказательств того, что шведы были распространителями этого текста, у нас нет. А вот подозрение в том, что будущий представитель французских монархистов Жак Малю Дебан, блестящий пюро того времени, был автором, это больше шансов, что так оно и было. На самом деле есть посвенное утверждение о том, что он получил за это довольно большую сумму. В чем тут сложность? Дело в том, что дипломатические сочинения обычно не попадали в руки простых читателей, они оставались в архивах. Здесь мы видим очень интересный пример, когда произведения, посвященные международной политике и позиции России, в часть взрывания турецких территорий, развитию польского вопроса. Вот все это в контексте тех событий, это было необычно. В обыкновении печатали либо жизнеописание монарха, либо какой-то научный труд, где можно было обнаружить, как ушапа дотроша, какие-то критические замечания относительно России в целом, Российской империи. А вот здесь все было собрано воедино, и ясно, что это было заказное сочинение, очень хорошо написано и прекрасно отредактировано. Вот редакторские пометки, они как раз на этом рукописном тексте очень хорошо видны. Перейдем к основным идеям этого важного документа. Во-первых, здесь впервые раскрывается политический миф о благодетельном правителе. Но не Петре Первым, а Петре Третьим. Весьма интересно, что Петре Третьим писали мало и редко. Вот здесь, в его подробной биографии, он представляет, как просвещенный монарх, отнюдь не деспот, который проводит реформы, содействует просвещению своей страны, проявляет религиозную терпимость, это вообще в то время было весьма модно среди правителей, и старается для благоденственной любви. Популярность его, в которой не был отмечен ни один из его предшественников, ни один из его предшественников, видимо, включая Петра Первого, «И есть доказательства, кроме тысячи других, превосходства его сердца, которое заботилось только о том, чтобы помогать своим подданным. Добрый друг, доверчивый, слишком открытый с предателями, которому он растрачал свои милости, в завершении шести месяцев он подвергся такому обращению, которое едва ли можно было бы оправдать даже десятью годами преступления и тирании». И дальше рассказывается довольно подробно, как Петр Третий закончил свои дни. А мы прекрасно помним, что в то время эта тема была под запретом. И при французском дворе об этом вслух они не говорили. Более того, печатно об этом тоже старались не публиковать ничего. Вот это сочинение 1989 года. Естественно, вышла она не в Лондоне, а во Франции. Но здесь очень подробно рассказывается об убийстве Петра Третий. Екатерина отменяется во всех возложенных грехах. Царство Екатерина достойно той нации, которая так удивила Европу своим стремительным развитием и желанием завершить это великое дело. Но нация не сможет сделать этого до тех пор, пока не достигнет состояния мира и спокойствия. Мир и спокойствия – естественная склонность русского народа. И везде звучит слово «нация». Это тоже очень интересно, потому что вот это выражение «на сен рюс», «на сен рюс» – это, конечно, такой, в общем, не логизм. Потому что 18 век слова «нация» использовали часто. Но с точки зрения восприятия российской реальности, совершенно очевидно, что общество было разбито на сословие. Не о какой нации, конечно, политической нации. Речи быть не могло. Тем не менее, автор, который в России поверил, никогда не бывал он, старается описывать русский народ как нацию отдельно, а Екатерину вторую как деспотичную и терроричную правительницу отдельно. «Развитие цивилизации в России должно стать делом всей нации», – подчеркивает автор, по всей видимости, Малей Дюбан. «Оно не может быть совершено трудами императрицы, озабоченной бесконечным расширением границ своей державы. Не под силу оно никому из его фаворитов, которые дрожат за свою судьбу и не способны думать о государстве». Ну, вот на этом поставим точку запятой. Там еще есть кусок цитаты. Но для того, чтобы понять настроение автора, этого достаточно. Кто бы он ни был, Жак Малей Дюбан или кто-то из его авторов, возможно, это кто-то был из дипломатов. Есть еще один персонаж, который был связан с Османской империей и тоже сочинял книги о России. Его звали Шарль де Пейсенель, но мы о нем сегодня не говорим. Но, тем не менее, по стилистике все эти авторы очень близки друг к другу. И по направленности своих идей, которые можно вкратце сказать, конечно, что они антирасисты, тоже очень все это похоже. Но я бы хотел особенно подчеркнуть, что, прочитав не одно сочинение такого рода и внимательно проанализировав, я лично не вижу там никаких фобий. Вот слово «страх», оно, в общем, при чтении таких сочинений, оно не присутствует, оно не встречается. По крайней мере, если мы говорим о сочинениях политических, дипломатических, философских. Вот страха нет. Если говорить о журналистике, о газетах, то там совсем другое дело, потому что журналистика все-таки это продукт сиюминутный, более приближенный к актуальным событиям. И очень часто журналистика XVIII века не была национальной. То есть то, что мы воспринимаем как национальная печать, немецкая, французская или английская, она была международной, потому что все эти тексты постоянно переводились и перепечатывались. И совершенно естественно, что впоследствии уже в XIX веке эволюция прессы часто заставляет оценки прессы XIX века переносить на XVIII. А мы помним, что век XVIII – это все-таки век космополитизма, когда национальные концепции и концепции национального государства на протяжении большей части столетия еще не приобрели такого значения. Но для Франции это совершенно очевидно, национализм рождается только во время революции. А если посмотреть на соседние итальянские государства, для примера, мы понимаем, что там существуют совершенно другие государственные образования, в которых их девенация в общем не рождается даже в начале XIX века, не то что в XVIII. То есть династические государства, которые существуют на протяжении столетий, это очень традиционная форма государственной структуры. Следующим этапом мы, пожалуй, перейдем уже к Французской революции, потому что события ее развивались очень быстро. И иногда можно слышать, что вопросы о России и вообще все, что связано с русской политикой, они оказались на периферии общественного сознания. Этот тезис неверный, потому что Россия постоянно играла большую роль в политической жизни Европы. И я уже говорил о том, что Петербург имел свои планы в Польше, это понятно, и вся Европа каждый день следила за новостями из Польши, что еще там произошло нового. Но этим не ограничилось. Мы помним, что русско-турецкая война как раз заканчивается в 1691 году Ясским миром. И на этом фоне, накануне этого Ясского мира имел место так называемый очаковский кризис в отношениях России и Англии, очень много произведений антироссийской направленности, они появляются не во Франции, они появляются в Англии. Это и публицистика, и газетная публицистика, и это огромный вал карикатуры. То есть, если мы хотим понять, почему же образ Екатерины II был так дефамирован, подвергся такому большому унижению, то для этого нужно изучать не французскую графику, политическую литературу в то время, а английскую, которая имела, конечно, большое влияние на Европу и впоследствии тиражировалась, в том числе во Франции. Но надо сказать, что Россия все-таки интересовала не только дипломатов. Почему? Ну, например, потому что случались такие большие события, как бегство королевской семьи из Парижа по Рейду. То есть, неудачное бегство в лета 1991 года, когда королевская семья целиком уезжает на дирижансе в неизвестном направлении, исчезает из Парижа. Но почему я об этом вспоминаю? Потому что паспорт, выданный для выезда из Парижа, проверенный на посту, паспорт был выдан на имя русской баронессы Корфы, выданного, естественно, русским послом в Париже. И об этом все знали и относились, соответственно, к русской дипломатической миссии довольно плохо. Но на самом деле не было, опять же, такого, как бы мы сказали, страха или ненависти. Потому что Россия считалась, как тогда отмечали, врагом далеким для французской революции, но не самым опасным. Потому что все прекрасно понимали, что Петербург не будет активно вмешиваться прямо сейчас медленно в какие-то военные события. Прежде всего, почему? Да все по тому же, потому что есть речь Госполитая, где российские войска увязли довольно надолго. Но вот как раз 1793 год характерен тем, что в стенах национального конвента происходит выступление Максима Леарда Беспира, члена комитета общественного спасения, ну и главы монтонерской диктатуры, который очень афористично говорит о России, что политика России властно определяется самой природой вещей. Эта страна представляет собой соединение жестокости диких орд и пороков цивилизованных народов. Правительство и знать России обладают большой властью и большими богатствами. У них есть вкус, понятие и стремление к роскоши, к искусству Европы, а правят они в суровом климате. Они испытывают потребность в том, чтобы им служили и восхваляли амфиняне, а имеют подданными татарам. Этот контрастовое положение заставило их обратиться в торговле для приобретения предметов роскоши и искусства, завоевания в соседних стенах плодородных земель на западе и юге. Петербургский двор стремится эмигрировать из печальных мест, в которых он обитает, европейскую Турцию и Польшу, так же, как наши иезуиты и аристократы эмигрировали из теплого климата Франции в Осирию. И тут интересно, что, во-первых, возникает опять образ неких татар, видимо полуэффических, которые кочуют в произведениях восемнадцатого столетия. Это, конечно, влияние Монтескью и Руссо, предусловно, чувствуется. Но, как я говорил, ссылки на философов не всегда звучали, то есть слушающие понимали, что это цитаты, но не принято было как посылаться непосредственно на имена. А во-вторых, это вот аристократы, которые эмигрировали. Мы помним, что образ аристократа, врага революции, он постоянно занимал умы общественных деятелей. Сункиллотов, во всех протоколах, заседания Кавинского клуба, народных обществ, мы встречаем это постоянно. То есть, для политической культуры это такой референтный образ аристократа. И здесь даже он не конкретизирует, хотя речь, конечно, идет о принцах, герцогах, которые живут в России и готовят новое нападение на революцию. Но здесь было, конечно, преувеличение, потому что ясно, что Россия вообще не собиралась нападать на Францию в тот момент. И она даже не являлась официальным участником первой антифранцузской коалиции. Хотя предоставляла денежные средства иногда. Диктатура Монтальяров закончилась, как мы знаем, весьма трагически. 27 июля 1624 года. Робеспьер и комитет общественного спасения, возглавившийся им, был свергнут. Система революционного управления скоростью была ликвидирована, а порядка 110 активистов эпохи террора были галитинированы. Кто же это сделал? Ну, это сделали те, кого потом принято стало называть термидрианцы. Люди довольно-таки беспринципные, но тоже все поголовные комитеты. Революционеры на словах, лозунги были те же самые. Ну, пожалуй, за исключением лозунга о том, что надо внедрять культ Верховного Существа. И второй момент, от которого отказали, собственно говоря, большой террор. Потому что полагали, что с ликвидацией собственных врагов, то есть врагисперистов, можно от террора в целом отказаться. Во всех остальных принципах это были такие же республиканцы, пусть и не очень верные своим принципам. Ну, вот один из них здесь, на портрете, это Франсуан-Антуан Буасси Дангла. След конвента и блестящий представитель, так называемого, болота. Болота, то есть большинство конвента, которые, собственно, и решали теперь все дела. Буасси Дангла. Прозвище у него было, кстати, Буасси Голод. Потому что он отвечал не столько за дипломатию, сколько за внутреннюю политику, в том числе. Ну и с внутренней политикой не очень справлялся. А вот в то время во Франции проблемы продовольствия стояли гораздо острее, чем проблемы дипломатии. Но, в частности, многие политики выступали по русскому вопросу. Он выступал у Буасси Дангла. Причем его выступление, ну, просто блестящий пример творчества спичрайтера, по всей видимости, какого-то. Мы не знаем, кто был автором этого текста. Он был напечатан отдельной книгой, отдельной книжкой. Ну, самое интересное, что, наконец, здесь московиты сравниваются не только со славянскими какими-то варварами, а даже с сатиулами. Ну, вот, можно зачитать части. Я знаю, что мне могут обоснованно заразить. Российская империя – это колос на глиняных ногах. Что прочность разъедает ее. Что рабство лишает ее всяких мер и движущих сил. Что она огромна, но большую часть ее составляют в пустыне. И при таких размерах ее очень трудно управлять. Что расширяясь, она тем самым готовит свое падение. И что каждое ее завоевание – это шаг к катастрофе. Я соглашусь со всем этим. Но помните, этот гигант, прежде чем самому погибнуть, раздавит и вас. И падет на ваши останки. Он не будет расчлен прежде, чем вы будете разорены, рассеяны и раздаваны. Датчане, шведы, немцы, русские, атаманы. Подумайте. Время летит, и удар будет ужасен. Собирается бурный московинский поток. А Тилова приближается во второй раз. И вы погубите себя, если не объединитесь. Пока еще есть время на то, чтобы остановить этот опустошающий меч. Почему именно этот пример? Ну, во-первых, не так часто в конвенте можно было услышать речь о России. Во-вторых, это плювез третьего года республики. Это как раз время накануне подписания череды дипломатических соглашений, мирных договоров. Начиная с Пруссии, с соседними местами, с Испанией, со всеми странами. Потому что, по сути дела, первая коалиция приказала долгожить. Антифранцузская коалиция не смогла достичь своих целей. За исключением того, что во Франции соединился политический режим, это отчасти. А термодерианцы во главе с такими людьми, как Васид Аргла, они продвигали какие-то более рациональные, более, так скажем, не только рациональные, но и прагматичные идеи. То есть, если нужно было заключить мир с Пруссией, то они заключали любой церой. Вот все, на этом как бы разговор был с ними закончен. Кстати сказать, что Васид Аргла не был убежденным республиканцем, он был анархистом. Ну, долго это скрывало. Что здесь важно? Вот здесь уже возникает, вот в этом общественном дискурсе, мысль о том, что Россия представляет угрозу. Но если мы внимательно посмотрим, то не для Франции, а для датчан, шведов, русаков и атаманов. То есть, для стран, которые и так с Россией в каких-то военно-политических отношениях состоят. Ну, про турок и поляков понятно. То, что шведы подвергались российским нападению, это тоже естественно. Ну, точнее так, когда-то шведы нападали на Россию, когда-то что-то наоборот происходило. И получается, что здесь нет примера какой-то политической фобии. То есть, здесь сформулировано конкретное предложение по дипломатическим шагам. Ну, это вот такая вот речь, направленная на широкую аудиторию, собственно, не только французскую. Мы подходим постепенно к концу лекции. Ну, вот осталось совсем немного, и возникает вопрос о том, как же относились политики, прежде всего политики и дипломаты, к России в эпоху директории. То есть, в период 1195-1199 годов. Здесь однозначных ответов нет, потому что сочинений таких научных, полноценных, ну, пока не написано. Мы знаем из разных трудов, что при директории работали активно дипломаты, составляли записки, мемуары России на предмет, во-первых, политики, во-вторых, торговли. Иногда эти вещи публиковали в прессе. Например, для того, чтобы показать, что директория, то есть французская республиканская власть, надеется на заключение с Россией полноценного договора о мире и дружбе. И это время уже не Екатерины, это время Павла I, 1797 год. Очень интересно, что как раз в это время во французской прессе появляются восхваления русского императора, которых вообще непонятно откуда они могли взяться. Потому что обычно к российским правителям относились довольно-таки с некоторым скептицизмом. Вообще слово «скептицизм» наиболее четко характеризует настроение вновь от многих революций, отношений России. Вот этот скептицизм встречается и в дипломатических документах периода директории. Но интересны две вещи. Во-первых, что дипломаты работали отдельно от пропагандистов, то есть министерство иностранное делалось со своими послами, агентами, тайными агентами, которые направлялись в том числе в Россию. Это была одна структура. А пропаганда, которая работала за деньги правительства, это была другая структура. И они не всегда пересекались. Вот те фрагменты, которые я сейчас прочитаю, это совсем небольшие фрагменты времен как раз 1997-1998 года, документ политического бюро, политбюро директории, такое бы тоже существовало, которое печатало все свои материалы в газетах, журналах и отдельных книжках. Павел I во власти своей химической идеи, что он является единственным антиподом французской революции, добавляет к этому изощренную теорию рабства, которую хочет представить при заключении сделки по мере развития наших принципов рабства. Я тут обрываюсь, потому что некоторые тексты, когда переводишь их дословно, они становятся немножко трудными для понимания. Здесь речь дальше идет о том, что Павел I использует еще и православие как политический инструмент. А дальше, если мы остановимся на второй цитате, очевидно, Павел накапливает силы в широчайших владениях Турции, чтобы приблизить агрессивные планы и на остальную часть Европы. Его влияние доминирует в Германии с целью вступить в схватку с великой нацией франков. Равновесие Европы с этого момента прекращает существовать. Континент подвергается разделению между Францией и Россией. Но господство на море остается за Британией. Таким образом, скипетр русских не более, чем прутер, по сравнению с Резупцем. С Резупцем Нептона, понятно, что это такая метафора. Если посмотреть поток небольших сочинений этого периода, это не философские произведения, это произведения сиюминутные. То есть они касались того, что происходило в международных отношениях. То это надежда сначала на мирные отношения, на мирный договор с Россией. Потом, когда этот договор, естественно, не был, потому что Павел не собирался признавать французскую республику, то следующим этапом началась уже кампания, связанная с той второй антифранцузской коалицией, в которой Россия участвовала непосредственно, как военный участник. И когда мы говорим о 1198-29 году, то это, конечно, средиземноморская похода Ушакова и два, так сказать, Суворова, один, разделённый на два похода Суворова. Тут я уже не буду останавливаться довольно подробно на материалах, которые относятся к периоду этой кампании, но последние сочинения периода революции, то есть территории, которые нам доступны на французском языке, выходили. В частности, одно из них назвалось тоже антидот, то есть противорядием, или русские, такие, какие они. Есть предназначение авторства некого форнеров, швейцарцев форнеров, якобинцев, республиканцев, который сделал огромную компиляцию из разных сочинений. Кстати, он жил в России, прекрасно знал российскую реальность, действительность. Но почему они вспоминают? Потому что, по сути дела, всё, что накопилось во Франции за последние 20 лет, 18-го века, различные идеи, в том числе и стереотипные представления о том, что в России царит Варвар, что реформы Петра были неполноценные, и после его завершения правления ничего хорошего не произошло, что Екатерина II – это не просвещенный деспотизм, а азиатская тирания. И вообще, дальше начиналась интересная тема, которая была характерна для вот этой военной кампании, и впоследствии, в наполеоновское время, её подхватят. Почему? Потому что это была тема по слабости русской армии. Вот пропагандистские материалы французского правительства, они уже отличались как раз тем, что в них разбирался этот вопрос о том, как российская армия существует, какие у неё изъяны. И, конечно, всё это базировалось на том, что российская армия – это в основном крепостные крестьяне, которые ещё вчера ничего не знали об армейских порядках и дисциплине, а сегодня эти «сыны северных пустынь», как цитировать тексты, «сыны этих ледяных гор и северных пустынь», эти люди пришли в Европу, чтобы здесь утвердить свой барбарский порядок. Ну вот здесь на иллюстрации мы видим знаменитую французскую, кстати, что редко французскую карикатуру, на Суворова. Дело в том, что французы с большим юмором относились к своему правительству, к директории, потому что она была слабой достаточно по своим возможностям, власть была слабая, неэффективная во многом, и многие дожидались, когда же она упадёт. Так вот, когда Суворов оказался в Италии, то очень многие надеялись, что вот-вот он придёт сначала в Коренобль, ну а потом дойдёт и до Парижа. Но этого не случилось. Тем не менее, в ксатирической графике мы видим, что Суворов представляли таким необычным персонажем, с разными характерными, скорее, для какого-то пирата, чертами. Важно сказать, что на самом деле и во Франции, и в Англии прекрасно знали, как выглядят российские пираты, как выглядят Суворов. Это была едкая сатира, то есть не надо полагать, что это от незнания каких-то особенных подробностей. От вопроса по графике перейдём к последнему, завершающему эпизоду, который имеет большое значение для всей нашей темы. Я специально оставил его на самое окончание доклада, потому что тема о завещании Петра Великого, она возникает в основном в публицистических сочинениях, не научного характера. Поскольку у нас доклад всё-таки такой научно-популярный, то я подумал, что стоит поставить этот вопрос в самый конец. С одной стороны, мы об этом знаем очень много. Как известно, Петр Великий умер не оставив завещания, ну, по крайней мере, не оставив действенного юридического завещания о том, кто будет править. Но вопрос касается другого. Потому что уже обвинавшийся шевальер Деон, шпион, секрет короля, который занимался важными дипломатическими миссиями, вот якобы этот человек привёс в 1657 году во Францию тайное завещание Петра Великого, которое лежало после этого 40 лет неизвестное время, и вдруг во времена директории, за два года до прихода власти Наполеона, оно попало в руки кому-то из членов правительства. Ну, вообще, история этого документа хорошо изучена, но мы прекрасно знаем, что текст, который находится во Франции, который был напечатан впервые в 1812 году, по указанию Наполеона в книге Шарли Лезюра, полное название о росте русского могущества начиная с начала, с самого начала, заканчивая начала 19-го века. Значит, вот в этой книге впервые был воспроизведён текст мнимого, фальшивого, по сути дела, освещания Петра Великого. Я здесь его привожу на этих двух файбах целиком. Это не канонический текст, потому что, конечно, есть разные версии, как он выглядел. В нём 14 пунктов, и в нём рассказывается, что Пётр Великий завещал своим потомкам захватывать огромную территорию Европы, доминировать на континенте и добиваться этого всевозможными способами. Как тогда говорили, макеавелический план. Но насколько он макеавелический, судить сейчас довольно сложно, потому что, по всей видимости, текст этот был написан в 1790-х годах, основная версия заключается в том, что автор его польский офицер-эмигрант Михаил Сокольницкий, который подготовил этот материал и отправил его не в архив, а сначала в министерство во Франции, но судьба его дальнейшая непонятна. Видимо, он был отложен для каких-то пропагандистских целей. И только при Наполеоне в 1812 году этот документ вновь возникает на горизонте и его используют как такой очень важный элемент пропаганды. Вот тут уже точно антираксистские. Понятно почему. Потому что 1812, 1813, 1814 годы – это очень тяжелые для Франции годы. Но для меня лично интересно, что идеи, которые здесь изложены, они, в принципе, соответствуют тем мыслям, о которых я сегодня говорил, где-то примерно первое десятилетие, второй половине – 1650-е, 1670-е годы. Другой вопрос, что по форме, если мы посмотрим по форме этого документа, что он похож на какую-то, как бы это сказать, такую пародию на инструкцию для посла. Вот когда посл отъезжал в какую-то страну, ему выдавали письменную инструкцию за подписью монарха или министра. Как правило, монарха. Вот тут тоже самое, по форме очень похоже. По стилю это скорее какая-то пародия. То есть всерьез ее воспринимать не мог никто. Тем не менее, в эпоху Новополионских войн она становится вот таким пропагандистским элементом. Обидно, это неправильное слово, но тем не менее, немножко огорчает, что для того, чтобы рассказать о русофобии, неизбежно люди прибегают к этому фальшивому документу и говорят о том, что он имел большое значение. Вот как ни странно, он не имел никакого значения для века просвещения, и даже для наполеоновских войн он был совершенно тогда неизвестен. Ничего мы об этом документе не знали, и никто Петро Великого не обвинял в таких захватчиков. Более того, единственный случай, когда подобное мнимое завещание монарха российского появилось в печати до Наполеона, это где-то 1802 год, тоже уже в эпоху консульства, это Сергей Мирошай, известный атеист, публицист, революционер, который задумал написать историю России в преступлениях. То есть он описывал русскую историю исключительно через какие-то не очень приятные вещи, рассказывая о монархах, самое-самое, что ни на есть, непристойное. И, конечно, для эпохи французской революции это было едва ли не нормой развенчание мифа о правителе, развенчание монархии, это было почти дурно. И вот в одном из фрагментов действительно появляется мнимое завещание Екатерины II, которое она якобы оставила своему сыну Павлу. Но там никто не ставил вопрос о том, что это подлинный документ, все прекрасно понимали, что это часть литературно-публицистического сочинения. Вот так и тут. Сочинение Шарля Луина-Изюра было публицистическим, оно появилось в разгар военной кампании. И, разумеется, думать о том, что это был подлинный документ, наверное, было бы большое привлечение. Ну, заканчивая с этим вопросом, здесь вторая часть, 14 пунктов. Насколько завещание было исполнено? Ну, если не судить по пунктам, то, наверное, в целом она как-то соответствует политической линии Петербургского двора во второй половине 18 века, но не более так. И эпилог. А эпилогом будет, собственно говоря, то, что нужно сказать в наполеоновском времени. Потому что, безусловно, внешнеполитическая пропаганда при Наполеоне она была поставлена на профессиональную основу. Это произошло не сразу, не в 1800-м, не в 1601-м году. Потому что изначально те кадры, которые достались Наполеону от революции, это были люди, которые допускали дискуссию. И часто они могли не соглашаться с мнением консула и императора. Но то, что происходило после 1804-го года, после австралийца и вплоть до падения империи, это уже была такая пропагандистская официозная машина. Это хорошо описано в современной литературе даже на русском языке. Что касается русского вопроса, то Наполеон, как известно, сочетал подходы. Во-первых, он был сыном века просвещения. И он прекрасно понимал, что были какие-то представления о русском мираже, как о конструкции. И в то же время были представления о русской угрозе для Франции, для Европы. Но эти вещи, они были конъюнктурными. И поэтому, когда он касался уже не изучения какого-то философского вопроса России, а касался вопросов текущей политики, он, естественно, просил, получал какие-то актуальные сведения, актуальную информацию. Что-то его вготовил, конечно, Шар Морис Теллигра, который был дипломатом старой школы. И он прекрасно ориентировался не только в дипломатии, но и в русском вопросе в частности. Что-то готовили агенты, дипломатические агенты и тайные секретные агенты. Когда мы работаем в архивах Франции, мы часто натыкаемся на вот такие сообщения, например, из Одессы, из Киева, Херсона, Риги, то есть из тех городов, которые близки к морю, например, там, где были порты, и была рада по коммуникации. То есть Неполеон получал очень широкое картинное представление о России, свежих данных. У него были данные и об армии, и о флоте, и он всегда их старался, чтобы они всегда одноблялись. Почему? Потому что, естественно, военные кампании предстояли, это было ясно. И речь шла не о фобиях, не о страхах каких-то, которые могли возникнуть или не возникнуть. Это был вопрос совсем другого свойства. Его Неполеоны интересовали возможности прочных отношений с русским двором. И, конечно, интересовали отношения лично с императором Александром. Ну, вот здесь мы видим замечательные объятия поцелуи на Терзинском плату на Терзинском плоте, в Терзинском плоте, в Терзинском плоте. Но, по всей видимости, все же, надо сказать, упрекнуть генерала Бонапарта, что, несмотря на все свои большие таланты в военной области, все-таки роль России он оценил недостаточно правильно. И традиции русской политики и дипломантии он оценил недостаточно верно. Именно поэтому он оказался на острове Святой Елены. Вот, как мы видим, в замечательном костюме дачника он отдыхает на острове Святой Елены. Это уже 20-й год 19-го века, по-моему, это английская картина. Так что, вот, своеобразная ошибка в русском вопросе, хотя не только в русском, но еще скажем, что и в испанском вопросе Наполеон тоже был посчитался, но своеобразная ошибка в оценке вот таких данных у России, она стоила впосредственному наполеону, в общем, завершения политической карьеры. Продолжение следует... ... ...